В Америке он известен как русский медведь, отличается спокойствием и мастерством захватов и болевых приемов. Из 24 проведенных поединков одержал победу в 19-ти и завоевал чемпионский титул. Входит в десятку самых популярных бойцов в историю UFC, международной спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. Помимо спорта добился успехов и в кино. Сначала американском. Голливуд, если не распростер перед ним объятие, то уж точно принял. Работал со многими звездами, а с Робертом Де Ниро после съемок в криминальной драме «15 минут славы» его связывают дружеские отношения. Вернувшись на родину, он продолжает активно сниматься. В его фильмографии более 70 картин. Сегодня мой герой – актер, спортсмен и просто чемпион Олег Токтаров. Здравствуйте, Олег! Спасибо вам большое за то, что вы сегодня мой герой. Правда ли, что вы приехали к нам из Минска? Три поездки у меня было еще после Минска. А в Минске вы работаете? Мы закончили сериал очень хороший. Съемку там, да? Качественный, да. Прекрасный город и там настроение работать. Что за сериал? Кого вы играете? Я играю специалиста по внедрению. О, специалист по внедрению, это круто. Да, 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 да. Там есть такая сцена. Леша Кравченко играет моего подчиненного, которого я посылаю во все горячие места. И он еле живой там к концу фильма. В итоге я его прощаю. Я говорю, ну, сейчас у тебя появился телефон, говорю, можешь там по форумам полазить, можешь что-то народишь, какую-то информацию. А я попробую по старинке. А по старинке, значит, я в кадре с девушкой, то ли с любовницей, то ли с женой какого-то олигарха. Все, она влюблена, и вот я по старинке из нее выуживаю. Информацию, да? Ну, так ужасненько, да, да. То есть используя бедную женщину в корыстных целях. Но это, наверное, все равно интереснее, чем по форумам-то шарить. Ну, конечно, интереснее. Однозначно, там, белорусская модель. Конечно. Мы с ней провели такой курс молодой актрисы. Она очень хорошо сыграла. Вы, когда жили в Америке, я это знаю, вас называли русский медведь. А в детстве вас называли медвежонком? Нет, меня дразнили всякими немыслимыми прозвищами. Какими, Олег? Трактор Татарина. Это от того, что Татаров, да? Да, да, да. Это потом уже просто Майкл. Просто Майкл. Потому что я любил танцевать, и я начал выступать. А в то время Майкл Джексон танцевал, а Майкл Тайсон всех бил. Всех бил, точно. А так получилось, что я, несмотря на свой бизнес, молодость, тоже как хобби и танцевал, и бил. Поэтому вот он Майкл, просто Майкл. Просто Майкл. А вы родились в Сарове. Это совершенно потрясающий город. Вы были там, да? Да. Мне повезло. А вы до какого возраста там прожили? Поэтому вы, наверное, такая одухотворенная. Я одухотворенная, это правда. Я вам скажу страшную вещь, я до сих пор там живу. Саров – это такая русская силиконовая долина. Это город ученых. Он всю жизнь был закрытый не просто на замок. Даже из космоса его не было видно, понимаете? Не было видно. Он был самый передовой, как мне кажется, не только в стране, но и в мире. Там самые лучшие школы. Это не шутка. Там самые лучшие люди. Это не шутка. Там самые большие ученые работают. Мы были там несколько лет назад по приглашению. Туда просто так не заехать. То есть не пустят и сейчас не пустят. Сейчас точно не пустят. Не пустят. А вы там выросли. Да, да, да. Вот это что было за город в вашем детстве, Олег? И что это сейчас за город, если вы там живете? Город возвращается в тот город, который был в моем детстве. А это был сказочный город абсолютно. То есть в России такие города были. Но они были в Сибири, в Урале. В центральной части только город Заречный рядом с Пензой и вот наш Саров. Наш самый старинный, самый первый. Наш город спас мир от ядерной войны. Это правда. Это не преувеличение. Это не роман. Два плана США уничтожить нашу страну. То есть это все задокументировано. Я читал все эти документы, видел. Наверное, это сейчас центр святости России, наверное, так скажем. Потому что Дивеево, конечно, здорово. Но мне кажется, оно немножко ушло в какую-то коммерцию. Саров потихонечку начинает открывать. И к нам сейчас будут ездить экскурсии. Такие, знаете, ну не в автобусе, который работает на ковючей проволокой. Но все равно тебе нельзя выходить, пока ты не приехал, например, на место дальней пустыньки Сарфима Саровского. Или не зашел в храм, где находится его келия. Настоящая келия. Самую лучшую экскурсию провел бы вам я. Потому что я бы вам открыл, во-первых, подземелья. У нас там три этажа. Но на второй, третий уровень, конечно, там страшно. А вот на первом там интересно пройтись. И плюс, когда мы ловили браконьеров в лесу. Мне сказали, что там убили лосяк, какие-то браконьеры. А поехали, типа, его ловить, будем снимать. Я подумал, наверное, это не очень правильно с моей стороны. Отец трех детей поедет ловить браконьеров. Поэтому давай, говорю, мы сымитируем ловлю. И мы около Сарова половили их. И там лесник мне показал, где находится настоящий камень Серафима. Потому что тот камень, который находится в Сарове... Серафима Саровского, да? Да, да. Его подменяли три раза, и он реально приносит несчастье. Поверьте на слово. Поверю. Да. А вот недалеко от Сарова, только в лесу совсем, в глухом-глухом лесу. Но вы никогда это не найдете. Есть еще, ну, два камня. И один самый большой, он вообще в Чищобе. Там тоже какие-то страшные истории рассказывают про это. Но я знаю, где он находится, по крайней мере. Удивительное дело. Это идет речь о камнях, на которых батюшка Серафим молился. Молился вот о спасении человечества. У вас родители в Сарове как оказались, Олег? Отец там родился, ну, мать привез. Ну, все недалеко родились. А кто он по профессии, отец? Там такая долгая мутная история. Ну, в двух словах. Ну, в строитель. А мама? Мама сложная профессия была. Собственно, не сложная, она экономист. Какое было детство среди вот этих всех людей, которые там жили и работали? Это совершенно безопасное место. Абсолютно безопасное место. Я помню, что я потерялся на демонстрации на 1 мая. Маленькие, да? Да, да. Мне было или 3 года, или 5 лет. И они не сильно волновались. Они знали, что я найду дорогу совсем в другой части города. Или приведут. Или приведут, да. У нас был анекдот. Его могли отгадать только Саровские. По-моему, один человек только с великим IQ отгадал. То есть, вот, в 70-е годы, самое время, этот железный занавес, сбросили на Саров американца шпиона. Этот шпион прекрасно приземлился, переоделся, разговаривал по-русски чисто, вообще замечательно все. Говорит, подходит к первой попавшейся бабушке, которая продает квас. Она говорит, я тебе квас не продам. Он говорит, почему, бабушка? Ты, говорит, шпион. Как она догадалась? И вот люди начинают ломать голову и все. Он был негр. Вы были тихим ребенком или очень активным, энергичным и шебутным? Вот мальчишкой. Каким был мальчишка Олежка? Я всю энергию тратил на спорт. И до спорта были факультативы по физике, до 6-го класса. Бредил физикой. Потом вот как-то резко раз и все. Я стал тупеть, но зато как спортсмен состоялся. А спорт в каком возрасте начался, Олег? В 6-м классе, в 7-м классе. Родители отдали или сам? Ну и родители, прежде всего. Потому что папа что-то смотрит как-то. Где-то сдачи не дал, где-то что-то еще. Где-то, ну и решил отвезти меня. А отвели куда? На борьбу на какую-то? Я на борьбу пришел сам. Меня вели то в бокс, по дороге пытались перехватить в штангу, в хоккей. У нас был высокий интеллектуальный вид спорта, прекрасный педагог. Мне повезло, что у меня такой был педагог. Педагог. Это какой все-таки был вид спорта? Самбо-дзудо. Вы говорите, что это интеллектуальный спорт. Я как человек, который ничего не понимает в этом спорте, должна спросить, почему он высокоинтеллектуальный, Олег? Знать тысячи приемов и десятки тысяч подготовок к этим приемам, плюс понимать психологию твоего соперника. У тебя есть выбор, как победить. Это развивает. Ну, конечно. Ну и самбо тоже у нас имело свои традиции по воспитанию. Не допускались ученики, кто получал двойки. Да что вы. Да. Нас раз в неделю мы сдавали стихи, кто не мог, прозу, либо конспект прочитанной книги. Это вы вашему тренеру? Да, нашему тренеру. Вот так он, видите, да. За всю историю, сколько лет, сколько ребят выросло, в 90-е годы ни один не стал преступником. Ну это гениальный у вас был педагог, тренер. А в школе, а вот вы любили физику, вы ее до какого возраста любили, Олег? В шестом классе я точно любил, и в шестом классе у меня знания были где-то второго курса МИФИ. То есть я ходил на все факультативы. У вас было какое-то видение или у папы с мамой, кем вы будете, кем хочет стать мальчишка Олег Токтаров? Ну мама, она у нас особенная. Знаете, как у македонского мамы сказала, что он рожден от солнца, у меня примерно то же самое. То есть она считала, что вы талантливы во всем, да? Должен быть, да, да. Должен быть, да. Папа больше такой у меня, зен-буддистское у нее какое-то восприятие. И что они вам советовали, где себя искать, куда пойти учиться? А у меня тренер сказал, слушай, хочешь побеждать, выступать, хочешь с кем-то стать, идти, нужно в ГПТУ. Я вот такой, без единой тройки. Пообещал маме, что закончу с отличием. Ну, техническое училище сейчас как-то по-особому называется. Поступил в институт тогда тоже без экзаменов, но время было странное. Поэтому на третьем курсе, будучи старостой потока, я просто организовал большую компанию. Стал бизнесменом и, в общем, наелся я денег. Понял, что это не мое, и потом вся уже остальная моя история, как у Мартин Идена, он увидел все. Прожил все жизни, все понял. Только он сошел с корабля в море, а я уехал заново жить, заново открывать новые профессии. Притом такие сказочные в то время они казались. Олег Токтаров – это многоуровневый, многослойный Олег Токтаров. Это глыба, это Олег Токтаров. Вы меня понимаете. Огромный, большой, сильный. Ну, абсолютно не страшно посмотреть на него. Ну, какой он может быть страшный? Опасный? Да, это другое. Это другой момент. Он опасный, да. Ранимый? Ну, естественно. А как можно быть в актерской профессии и не быть ранимым? Мне кажется, ранимость, открытость души – это и есть корни актерской профессии. Так что вот такой вот Олег. Самый главный талант Олега – это то, что у него есть талант. Быть шоуменом, быть бойцом, быть актером, быть тренером и так далее. Там много всего. Это многогранность, и это вот и есть самый огромный талант. Институт какой закончили? У меня не окончено, выше политехническая. А бизнес вам зачем понадобился? Просто потому, что не хватало денег, или это было интересно? Ну, я уже женат был, да. А потом это было интересно, конечно. Зачем быть бедным? Интереснее быть богатым в то время. Потом уже воспринимаешь эти вещи по-другому. Но в то время это просто было необходимо. Я прочитал книжку Дэлла Карнеги, потом «Крестный отец» и еще «Форда». Моя жизнь, мои достижения. По-моему, Дэлла Карнеги была последняя из этих трех книжек. Я так закрываю ее, и у меня спит мой партнер будущий. В машине я говорю, так, Андрюха, мы будем богатыми. И через полчаса у меня договор... Готов бизнес-план. Нет, договор уже с большим заводом. А потом вы говорите, и у меня все получилось, да? Я заработал, я понял, как это все работает. Это стало неинтересно, когда тебе деньги приносят, а ты их швыряешь в шкаф, и они там лежат непересчитанные. Наверное, это не твое. Ты понимаешь, что это не твое. И что вы решили делать, Олег? Я сел на самолет и поехал в Голливуд. Зачем? Потому что все остальное оказалось неинтересным. В спорте я уже тогда все выиграл, что было интересно. Тогда как раз начались эти какие-то бои, полные контакты. Ну, там все в кимоно было, правда. И вот я четыре раза выиграл Евразию. Все, что было самое интересное в то время. Еще первые турниры в Риге, которые назывались именно «Бои без правил». Это все было как хобби. Все это я выиграл. Что-то я финансировал сам, кстати. Все это было уже неинтересно. Другое дело, что пришлось это заново осваивать уже в Америке. И до сих пор это как бы так дает свое эхо. Когда в жизни не чувствуешь почву под ногами. Совсем недавно был один день в моей жизни. Протом он был, наверное, первый раз за лет, наверное, 35. Когда я был готов подписать контракт и провести бой. Я это сделал. Это было страшно, но это сделал. Это было неудобно сначала. Просто морально, не этически. Я думал, как это так. Потом страшновато, думаю, как выдержит организм. Ничего, выдержал. А вы поехали в Голливуд, не мечтая, а как бы собираясь. Потому что, насколько я понимаю, все ваши мечты реализуются. С уверенностью. Я поехал с уверенностью. С уверенностью, что вы станете актером? Нет, не просто актером, а сделаю там какие-то вещи выдающиеся. Не представил, как это будет, но я просто знал, что это будет. Правильно получилось. Я могу сказать, что пока, наверное, самое счастливое время в моей жизни было, когда я был не женат. Это был недолгий период, с 94-го года по 99-й. И когда я учился в академии актерской в Лос-Анджелесе, когда я ездил изучать английский язык углубленно, то есть словарный запас, когда я исправлял свой акцент, то есть у меня было три урока в день. Плюс я сам еще преподавал вечером. Это было самое прекрасное время. Я сейчас вспоминаю это время с любовью. Александр Инсаков. Я не могу сказать, что тут дело в таланте, а дело в его упертости. Он человек, который поставил перед собой задачу и сделал все возможное и невозможное для того, чтобы ее решить. Для меня он такое довольно нервное создание. А вообще он очень контактный. Мы с ним работали, кстати, были на Форт Боярд с ним. Я был там несколько раз, и у меня в свое время попалось перетягивание коромысла по кругу. И я манул. Я сделал вид, что я сдаюсь. Начал движение назад. Потом неожиданно рванул, и ключи в моей руке оказались. И я ребятам говорил, и Олегу говорил. Я говорю, Олег, у него как раз была эта история. Сделай. Дойди до определенной точки, потом сделай вид, что ты проигрываешь. Потому что я знаю, что ты сильнее. Не поверил мне, он решил, что он сильнее на самом деле. Он уперся до конца. Я думал, он спину сломает себе. Но он проиграл. Я потом говорю, ну что ж ты, я же тебя предупреждал. Вот такой упертый. Кто бы чего ни говорил, но он реально чемпион, победитель. Поэтому это надо учитывать, это надо понимать. И все эти досужие разговоры надо забыть. Он молодец. Он знает, для чего и что он делает. Слышишь, как Александр Иванович все очень быстренько вспомнил. Прекрасный момент. Он действительно тогда победил этого француза. Я, представляете, даже не подумал, что можно просто на замок закрывать это. И смотрю, отдыхает скотина, этот француз, который на другой стороне, коромысла. Думаю, ножки-то худенькие, но как-то так. Мне казалось, думал, там может быть система какая-нибудь рычагов в его пользу. А оказывается, у них там просто все закрывалось, все на замок. И ты не мог ничего сдвинуть. И вот мы попались, конечно, на этот фокус. Да, да, воевода и я. Притом самое интересное, воевода сказал, так, через год приеду опять, подкачаюсь, вес поднаберу, я им сломаю это коромысло. Я им сломаю это коромысло. Он человек, олимпийский чемпион. Конечно, конечно. Вот видите. Я вот о чем хотела спросить, Олег, а когда вы уехали, ваша семья, родители, как к этому отнеслись? И как вы вообще уехали от Сарова? Это что-то трудно. Я тогда был в Нижнем Новгороде, а отнеслись все тогда ко мне как, ну, у богатых свои причуды странные. С чего пришлось там начинать, в этом самом пресловутом Голливуде, Олег? С того, что я вернулся опять в бои, потому что это оказался самый простой способ, самый действенный. Самый действенный, нет, самый сложный он, скорее всего, оказался. Но самый действенный. То есть я за полгода выучил и язык, и получил документы на работу, получил какую-то известность, чтобы попасть в низкобюджетные фильмы. А вот чтобы попасть уже в высокохудожественные фильмы, тут пришлось учиться. Ну и здесь тоже, я считаю, я передел всех в своей школе. Хотя у нас из моего потока у нас была студия номер один, студия номер два. Студия номер один для молодых красавцев и красавиц. Это обычно блондинки и парни из итальянской внешности. И там, в общем-то, прогремел Джеймс Франко. А я был в студии номер два, куда отсылали всех горбатых, стареньких, хромых, неамериканцев. Она была не такая красивая, эта студия. Она была так, знаете, про нее знали только те, кто учился там. А все, кто приходил, все, естественно, в студию номер один. Вот они заходят, видят там блондинки и красавцы, выбирая себе на вкус. На вкус, да. Но первый я тогда сделал какое-то движение, что все завидовали, включая того же Джеймса. К чему знаю, потому что у нас пиар-агент, агентша была одна и та же. Я разговор его слышал с ней, его прям, бедно, утрясло тогда. От ваших успехов? Ну да, я тогда как-то резко начал, да, потому что, знаете, фильм с Робертом Де Ниро, это сейчас непонятно, а раньше, тем более, в актерской среде, это было что-то. Да нет, это и сейчас понятно. Я хочу как раз, чтобы мы сейчас посмотрели фрагментики, кусочки из фильмов, как раз вот голливудских. Где вы снимались? Я еду ради кино. Ради кино? Не понял. Как-то в детстве я видел фильм, снятый режиссером Капрой. Называется «Жизнь прекрасна». С тех пор я мечтал приехать в Соединенные Штаты. Страна свободных, храбрых парней, где любой может стать тем, кем захочет. Машина ее! Быстро! Помощь! Вот почему! Афганец? Очнись! Да, вот так. Просыпайся, чертов медведь. Русский знаешь? Свобода! 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 Рон! Думаю, это русская машина для убийств, наш первый свидетель. Допроснись ты, наконец, и скажи нам, кто это сделал. Детектив? Думаю, хватит. Первый вот этот начало фильма, эпизод, фильм Транс Монславы, «Home of the Brave, Land of the Free», я эту фразу до сих пор помню. Так вот, там стоял реальный пограничник. Это чудик. Он так хорошо сыграл сам себя, ну, он выполнял эту работу. Да, работу, да, да. Что он решил, что он великий актер. Он, значит, эту работу бросил, которая ему давала все в жизни. То есть, там, пенсия, образование детям. Профсоюз, да. Все вообще, да. Он это бросил. Через год его бросила жена. И, в общем, он, ну, просто жизнь пошла в никуда, да. Поэтому я всегда говорю, ребят, не надо вам вообще быть актером. Зачем это? Если у вас есть хорошая профессия, ну, как хобби, может... Ну, у вас была хорошая профессия и заработки, но вы пошли. Слушай, у меня такая была профессия, было такое время, что если бы я не уехал, может, сейчас у меня уже бы косточки догнивали. Поэтому ничего страшного. Правда ли, что... Вот, а вы сейчас приехали со съемок из Минска, да? Что вот эта вся система кино в Голливуде и в России принципиально отличается... Нет, неправда. Абсолютно неправда. Единственное, что разнит, это совсем недавно я заболел. Болел я две недели. Для меня это очень долго. Очень долго, согласна. Рассказываю, как я заболел. Очень много ребят, кто здесь работает, здесь, они были в том моем проекте, который мы снимали под землей давным-давно, где вся группа заболела, по-моему, раза по три, там, три группы сменили. А я пил тогда маты, в общем, выжил. И потом мне звонок, Олег, вас утвердили, вы летите на Гавайи, вам, значит, роли хищника, первый раз, первый класс, первый человек, кто сыграет вообще героя. Не просто хорошего, а героя. Мой трейлер, трейлер Волтон Гаггенс, он, по-моему, Оскар получил, не по-моему, получил, да. Отходит от трейлера метров, наверное, пять. Олег, можно я здесь покурю? То есть до трейлера еще метров пять, плюс от трейлера он от своего отошел метр. Можно, говорит, я покурю? Я говорю, кури, конечно, из джунглей, что я здесь, ты что здесь? Я никогда в жизни не унюхаю. А когда я заболел, я снимаюсь в другом, отличном фильме, отличном фильме. Я герой-любовник, потому что никогда в жизни не играл, и хорошо получилось. Там две актрисы потрясающих со мной. Вообще обожал этот проект, у нас последний съемочный день. И меня все обожали, я так, знаете, хотел так остаться таким. Не капризничать, ничего. И мне, значит, в последний день дают трейлер с кем-то. Я на обеденный перерыв прихожу, думаю, посплю, а я что-то не спал, я был у моего друга организаций на дне рождения перед этим, и это... Прилег, что-то укрылся, смотрите, смотрел, замерзаю. Смотрю, значит, открытая дверь, а уже погода была, как сейчас. И парень, не буду говорить кто, но известный, известный, хороший человек, из семьи хорошей, стоит, курит, не спросив меня разрешения, открыв дверь, и меня, значит, и ветром, и этими запахами... Да, да, да. А у меня сразу, я сейчас с детства, как вот запах сигарет, у меня иммунка сразу падает. Вот вам две разницы, все. Остальное все то же самое. Он когда снимал, и как конек-горбунок, приходишь, не знаешь, ты в каком языке говорить, настолько все похоже на студию, там, Warner Brothers или там Universal, когда мы снимали большие настроения, что-то отношения между людьми, то есть все профессионалы, все улыбаются, никаких вот этих вот личных негативных разговоров. А почему вы вернулись, Олег, дорогой мой? То есть это прекрасно, что Олег так-так к нам вернулся. Чтобы понять, для этого надо пожить. Как сказал мой друг-бразилец, он сейчас на сенатора в Бразиле, идет «I wasn't born to spend all my life in the United States». Я не рожден для того, чтобы всю жизнь похоронить в Америке. Я для себя свой гештальт закрыл, да, я могу. Слушайте, а в России, когда вы приехали, вам тоже сразу стали поступать предложения, Олег? Нет, у меня как-то с Россией вот не срасталось в первое время, сейчас так уже перестали. Факт, что все равно какая-то есть такая зависть, белая-черная, ревность. Да, ревность. Представляешь, ты из семьи, у тебя отец заслуженный, перезаслуженный, там, режиссер, или ты из какой-то там, супер-ристократической кинотворческой семьи, и вдруг приезжает мальчик из Сарова, ну, пускай, ладно, он из Америки приезжает, и он снимался, работал со всеми, о ком-то мечтал в детстве, просто посмотреть рядом, понимаешь? Ну да. А у меня Дениров был на свадьбе там, и полный набор, то есть мы когда-то жили, да. Конечно, тут ревность. Конечно, унизить меня, вот я же не понимал, думаю, там, мне предлагают роль там на один, на два съемочных дня, я думал, ну, просто, ну, как бы, в последний вагон, больше ролей нет, но все равно приятно, что я как-то человек вспомнил. Потом приезжаешь на кинофестиваль или там на фильмаркет, где фильм продают, такая в три метра моя, значит, это физиономия, название фильма, я говорю, ребят, секундочку, секундочку, а главные герои-то где? Почему вы меня зафигачили сейчас? Это три метра, да. Потом иду дальше, опять я там тоже день или два снимался, опять, опять там, ну, уже в два метра моя, моя, значит, статуя, я говорю, секундочку, а у вас же, вот ваши, вот они знаменитые, ваши московские, да, да, крутые висовки, талантливые ваши, благородные, с фамилиями там, которые там. Разными, да. Да, красивые такие фамилии, придуманные это. Ну, вот все, я тогда потом, ну, так, надо заканчивать эту лавочку, что это за дела такие? Если уж хотите что-то так, давайте сразу проект разрабатывать. Давайте фрагменты посмотрим из отечественных фильмов. Здесь мочить собрался? Не, я сказал, что мне велели тебя замочить. Ну, если велели, действуй. Я аптечные настройки вольну. Я даже человека для этой цели в лес отредил. И если б я на вертушке не прилетел. Да, полный абзац, б все вышел. АПОКАЛИПСИССЬ! АПОКАЛИПСИССЬ! Что ты делаешь в Вегасе? Слышал русскую пословицу? Доверяй, но проверяй. Ты какого ничего не сказал про лотерейный билет? А потому что есть такая американская пословица. Что случилось в Вегасе, остается в Вегасе. Знаешь, что меня бесит больше всего? То, что ты все время говоришь Вегас! Вегас! А как я должен говорить? Вегас! А кто же здесь царь? Вы! Никак нет! А большие проекты здесь, в России, когда начались, Олег? Слушай, ну, первый проект, на который я приехал, вот, переехал под названием. Это было как раз с охотой на изюбра. Прошел пробу, приехал. И вот я, наверное, тогда как раз на зиму здесь застрял тогда. Первый раз. Было здорово. Хороший проект получился. Он был очень качественный, хорошо прописан. Все. Роль создал. А костюмированные вам нравятся истории? Как конек-горбунок, где сложный гриб? Жарко, жарко в них очень. По три часа сидишь, тебя, ну, да, интересно. Вам нравятся ваши партнеры? Одно дело, там, Том Хэнкс и Николас Кейдж и Аль Пачино, да? А другое дело, артисты наши, которых мы все обожаем, любим, и с которыми мы живем. Я не могу вспомнить кого-то, кого бы я терпеть не мог или ненавидел, ни девушку, нет, одну я помню, извиняюсь. Ладно, одну я помню. Не сложилось с которой, Ну, нет, там-то она просто девочкой красавицы взяли, привезли ее и в проект засунули, сказали, ты тут королева, а там звезда на звезде, понимаете, там талантище на талантище. Понятно. И, конечно, мне так это было на это смотреть. Тяжело. Неприятно, да, я же видел, как люди себя ведут в больших проектах. А так, в принципе, мне очень повезло. С Сережей Колтаковым поработал, я считаю, что это, пожалуй, один из самых талантливых кто у нас жил. Ну, более талантливый его только Богдан Ступк, но я его тоже знал, и мы тоже с ним подружились, это было здорово. Сергей Астахов. Олег Тартаров все сразу, потому что со своими соперниками и врагами он большой и страшный. И непобедимый. А с своими друзьями он добрый, чуткий, очень хорошо умеет слышать, понимать. Одним словом, такой, ну, друг. Ну, как актер Олег, он очень-очень много работал в Голливуде и снимался с очень серьезными, уважаемыми актерами. Я думаю, что уж опыта он там понабрался, нам всем мало не покажется, тем более на английском языке. Иногда говорят, вот типаж, типаж, это однопланово, однобоко. А я считаю иногда, что типаж, это такая квинтесенция вот всей твоей работы, которая приходит и приводит тебя к какому-то такому результату, который четко виден зрителям, а у него типаж «Мама не горюй». Я вообще хочу так сказать, что моё знакомое с Олегом началось с фильма по какому-то из каналов, когда показывали про какого-то молодого парня, который, если бы не победил, не взял бы эту грин-карту, и он победил. Я думаю, ну надо же, какой сильный духом, воля такая к победе, и прям удивился. И вдруг мы встретились с ним на площадке. И я смотрел на него, думаю, вот сейчас он стукнет, и всё. Но он меня не стукает, стукаю его я, потому что я его люблю, он позволяет. Олег, я, что я могу тебе сказать? Может, это прозвучит сейчас немножко так высокопарно, но правда, в каком смысле, Олег, ты мой кумир. А вы сейчас упомянули вот о том, что согласились на бой, на какой-то, на встречу, да? Любовь в спорт – это испытание себя, да? Но если ты там не дюймовочкой и не тренируешься в зале просто, чтобы быть, значит, красивой, вам это до сих пор интересно? Интересно, конечно. И мне интересно смотреть, как адаптировать это под свой возраст. То есть я всегда смотрел, думаю, как же так? Ребята выступают там 40 лет уже, там это ну 45. Тут мне исполнилось 56, думаю, ну так я попробую просто. Я вроде дышу хорошо, забегаю в эти горы, могу бороться со сменой партнеров, могу на ринге что-то как-то. Ну, на троечку, конечно, получилось, потому что вдруг выяснилось, что ноги уже не так двигаются, как хотелось. Я думаю, я думал, буду порхать, как он мой с Дольфом Унгреном когда выступали, я ему сказал, говорю, Дольф, не бойся, ты меня бей, как тебе нравится. Если попадешь, говорю, молодец. Молодец. Но я тебя бить не буду. Ну, пять раундов, ни одной осечки, то есть все увидел, уклонялся, все. Но я уже тогда, мне казалось древним, я был 39, а оказалось, что я тогда был еще мальчиком. Мальчик, конечно. Что такое 39? Ну, сейчас, конечно, мы сделали немножко больше шоу с Джеффом Монсоном. Но это не важно, важно, что вам это все до сих пор интересно. Но оно было интересно, у меня такой был прилив адреналина, особенно после, у публика въезжала. Понимаете, что такое, когда у вас рейтинг, как в те советские годы, когда было мало каналов, знаешь, там за 20 процентов смотрит все это, и у вас там какая-то доля заскаливающая. Но это ночное шоу, поэтому там не с кем соревноваться. И вдруг, на фоне этого шоу, когда появляетесь вы, оно вот так вот, до уровня практически сборной союза по футболу. Да, да, да. И опускается, как только вы ушли. Как только вы ушли, да. Думаешь так, ой, ничего, ничего, еще, еще, еще можно. Еще можно, да. Я прочитала в каком-то, то ли в вашем интервью, то ли кто-то о вас писал, что у вас есть такой особый дар. Вы видите людей сразу, считываете психотип. Это правда, или это кто-то придумал? Это правда. Нужно с этим родиться, но это надо тренировать, да. Я вам рассказывал, даже, что я учился по три класса. Вот у меня актерский класс, когда начинался с 12 до 3, я засыпал. У нас там ребята делали какие-то этюды. Я просыпался в тот момент, когда я слышал либо звук, либо просто, ну, слово, звук, ну, что-то я чувствовал, какую-то энергетику настоящую. Настоящую, да, да. И я просыпался в этот момент, открывал глаза, и пока только было настоящее, я этим любовался, и потом, как только начинался опять, человек же понимает, что у него получилось, он после начинает уже быть актером-актером, вообще, по молодости. И как только начинает актер-актер, опять спать. Я в то время преподавал, притом по всем странным континентам, я в Америке не был только в четырех штатах, не потому что там выступал или снимался, а потому что я ездил, преподавал семинары два раза в неделю. Семинары по какому вопросу? По боевому. По борьбе, да. И к тебе приходит 200 человек в классе, и ты, чтобы не умереть, просто от стресса, потому что тебе же надо донести все, люди деньги заплатили, но ты уже знаешь, как с кем себя повести, как с этой группой. Я делал ошибки, поначалу. Но опыт есть опыт, то есть уже. Знаете, это, конечно, странно, но ты видишь, вот толпа стоит, их там 220 человек у меня однажды было. Но вот мне ткни в любой конец, я знаю, где какие будут проблемы в ближайшее время, в ближайшие несколько минут или через два часа, с кем будет сложно, и вот я не знаю откуда, это уже на уровне подсознания. Да, это какой-то аппарат совсем другой работает. Это как, вы знаете, у меня в свое время было просветление по части боевых искусств. Если до этого я, допустим, прием, так, надо вот так, здесь нужно, так, а потом вдруг раз, что-то произошло, я это вдруг неожиданно все стал понимать. Просто сам понимать и все? Да, оно у меня там, знаете, такие какие-то мелкие точки цветные, оно как-то там по-своему вращается, я просто уже знаю, как чего. Олег, спасибо вам большое за разговор. Я всей душой желаю вам интересной работы, чтобы она доставляла вам удовольствие, чтобы она была вам интересна, чтобы у вас были необыкновенной красоты партнерши, чтобы вас любили друзья, чтобы вас уважали враги, чтобы вы получали от кино вот все, что вам хотелось тогда, когда вы начали им заниматься. Спасибо. Спасибо, Светлана. Это интересно. Мне, как женщине, очень нравится, когда мужчина похож на мужчину. И мне нравится смотреть на таких в кино. Олег Токтаров не боится быть настоящим мужчиной и вести себя так не только на экране, но и в жизни. Нынче это большая редкость.